Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной такой сессии этой недели. Сегодня у нас среда, как вы знаете, часто я делаю акцент на то, что если пришла среда, значит неделя прошла. Но не забывайте о том, что у нас еще впереди много важных, интересных событий, в частности сегодня. Пресс-конференция 45-го президента США Дональда Трампа, которую мы ждем с нетерпением, поздним вечером она. Но я считаю, что это важнейшее событие, может быть даже не только этой недели, может быть даже еще более крутое, чем заседание американского регулятора. Потому что Трамп будет вещать по поводу тех планов и, соответственно, реформ, которые будут предварены в жизнь в самое ближайшее время. Поскольку мы с вами традиционно следим за тем, что показывает американская валюта, то, конечно же, стараемся искать поддержку для тех идей, которые касаются роста доллара в том фундаменте, который является определяющим. Дональд Трамп, его президентство уже стало причиной серьезного роста американца. И я надеюсь, что конкретика по поводу бюджетного стимулирования, налоговых послаблений сегодня окажет еще более внушительную поддержку, соответственно, этой валюте, которую мы будем отыгрывать через пару доллара японской иены и через слабость площадь рисковых активов. А по всем, как и всегда, подробнее. Начнем мы сегодня с рынка черного золота. И хочу сразу порадовать медведей, хотя, думаю, что вы уже прекрасно сами заметили, как нефть наконец-таки стала придерживаться того самого коррекционного и понижательного тренда, который мы с вами ждали еще в конце прошлого года. Две торговые сессии. Серьезное ослабление в процентном эквиваленте потери уже больше 5%. Она, конечно же, есть. Хотя, если разбирать вчерашний день, можно отметить то, что большую часть нефть даже подрастала. И это было также логично, потому что понедельник потери больше 2,5%, фиксация профита, результаты это привычная традиционная обратная тяга. Но вот во второй половине дня, соответственно, в игру вмешались уже прочие факторы, которые, опять же, на опасениях и предположениях участников рынка о том, что стороны, которые приняли участие в соглашении ОПЕК по ограничению добычи, уже с меньшим энтузиазмом будут соблюдать условия этой сделки дальше. Конечно же, сейчас бдит и тот центр, который занимается мониторингом за уровнями добычи нефти. Сейчас, может быть, регионы действительно будут сокращать производство в полный масштаб. У нас есть ОМАН, у нас есть Кувейт, у нас есть Сау-Баск-Аравия. Соответственно, вчера Казахстан сообщил о том, что производство было снижено на 20 тысяч баррель в сутки. Иран минус 160 тысяч. Это позитивный фактор. Но даже несмотря на такие цифры, сейчас рынок больше фокусируется, опять же, на рисках, связанных с тем, что все равно этого объема слишком мало, чтобы решить проблему вот с тем переизбытком и перенасыщением углеводородами всего рынка, с которыми мы работали последние несколько лет. Конечно же, возможно, это и позитив. Но он был бы в большем формате отыгран рынком. Может быть, даже я, как обычно, традиционный медведь, позволил бы себе сделать ставку на покупку. Нет, не только в том случае, если бы сокращение производства было бы гораздо больше, тем те уровни, которые мы услышали. Вот минус 1,2, соответственно, ОПЕКам, и минус 600 тысяч регионами, которые не имеют отношения к этому ближневосточному карте. Из других новостей, которые сейчас поддерживают коррекционную идею, здесь отдельное огромное спасибо Соединенным Штатам Америки, потому что в понедельник США сообщили о том, что у них в планах продать стратегических резервов на 8 миллионов баррелей, это много, конечно же, и это такс выбора, которая дополнительно усилит переизбыток, который имеет место быть на глобальном рынке энергии сырья. Плюс ко всему, я снова напоминаю вам, что медведям сейчас нужно делать железобетонную ставку на то, что высокие цены на нефть стимулируют продолжение вот этого сланцевого, скажем так, бума в США и роста нефтяных терминалов. Сейчас их насчитывает уже 529 штук, это максимальное значение за максимальное количество за год. Уже такой прирост по терминалам стал базисом и фундаментом для увеличения добычи. И я хочу напомнить вам, что мы начинали 2016 год с скромных показателей по добыче нефти США и с прогнозами того, что эта добыча будет неуклонно снижаться и рискует оказаться ниже 8,5 миллионов баррелей в сутки по производству. Сейчас я обращаю ваше внимание на то, что цифры совершенно другие. Гораздо больше добывается нефти, фактическая цифра. 8,7 сейчас, я думаю, что такими стараниями и приростом, соответственно, буровых, мы увидим добычу в этом году на уровне 9 миллионов баррелей в сутки. И администрация энергетической информации уже прогнозирует, что в 2018 году США может претендовать на рост добычи до 9,5 миллионов. Соответственно, я обращаю ваше внимание на то, что такого производства, такого буста по предложению увеличения вкупе с регионами, которые также исключены из сделки ОПЕК, это Ливия, Нигерия, это как раз то, что возвращает к осознанию, на мой взгляд, это элементарного факта того, что проблема с пересбытком будет сохранена и дальше. Опять же, не хочу каркать в плане того, что снижение продолжится и дальше, давайте наблюдать, собственно, за тем, что произойдет с рынком у ливгородов в предстоящие дни. Но я искренне верю и надеюсь, что коррекция – это снижение не на пустом месте. И это не просто локальная проторговка, это, возможно, формирование нового, понижательного и нисходящего тренда. Хорошо, что мы сейчас уже торгуемся по бренду на отметке 5371. Я призывал вас к тому, что, если хотите рискнуть, можно было продавать на гораздо более высоких ценовых значениях. Но лично я планирую присоединиться к этой сделке после того, как бренд пробьет планку 53 доллара за баррель. Поскольку за два дня мы потеряли уже больше 5% по стоимости, я допускаю то, что произойти это может чуть ли не в самые ближайшие часы. И еще один документ в пользу того, что нефть продолжит снижаться. Есть еще и локальная статистика по запасам нефти в США. Вчерашний отчет от Американского института нефти по версии АПИ. Прирост добычи, точнее сокращение запасов вместо прошлого минус 7,4 миллионов мы увидели сейчас увеличение на 1,5 миллиона. И сегодня официальные данные уже от Минэнерго. Может быть цифры будут повторены. Если это случится, тогда бренд очень быстро окажется ниже 53 долларов за баррель. Российская валюта против доллара. Как и предполагали, основа пара торгуется выше 60. 60.11 сейчас котировки. Через 20 минут будут открыты торги. Ждем пару еще выше, потому что давление будет логичным следствием той медвежьей динамики, которая наблюдается на рынке черного золота. Наша с вами цель по паре доллар-рубль в ближайшие дни добраться до сопротивления 62 и уже оттуда отталкиваться, чтобы сходить еще выше. Дальше идем. Доллар японская иена. На этой валютной паре сегодня нужно сфокусироваться в преимущественном порядке даже тем, кто не следит за этим дуэтом валютных активов. Почему? Потому что сегодня вечером, а именно в 19.00 по московскому времени, состоится пресс-конференция Дональда Трампа. И я практически не сомневаюсь в том, что его выступление будет посвящено той программе, которую планирует реализовать администрация нового президента после инаугурации, которая состоится 20 января. Мы помним то, что часть предвыборных обещаний и его желание провести активное налоговое бюджетное стимулирование стало серьезным фактором поддержки для доллара и обеспечивая его восстановительным импульсом и позволило паре набрать больше тысячи пунктов стоимости. И все это было выражено в том ралли, которое наблюдается вот уже пару месяцев у пари доллара японской иены. Может быть сейчас интерес к доллару чуть-чуть поутих, и, наверное, испытывая атвейсинс, за это сегодня Трамп попробует оживить эту тему. И если мы услышим те комментарии, которые, в принципе, нужно воспринимать в позитивном ключе для американской экономики, то есть может быть конкретика по поводу того, насколько планируется простимулировать экономику, что может произойти с промышленным сектором, с темпами экономического восстановления, все это будет провоцировать, я уверен, рост доллара. Поэтому не хочу сегодня даже допускать возможности какого-то мрачного сценария, радикального. Я сегодня верю искренне в то, что доллар покажет всем свой истинный характер, свои настоящие лидерские, скажем так, черты и амбиции, и сможет завершить, даже в частности пара доллара японская иена, сможет завершить сегодняшний день, может быть, на пару фигур даже выше, чем тот уровень, на котором мы наблюдаем сейчас этот тандем активов. Соответственно, позитивные комментарии Трампа тут же приведут к росту доходности индекса доллара, подстегнут ралли по доходности трежерис и еще больше усилить, соответственно, приток капитала в американца и внимание трейдеров к этому валютному инструменту. Я надеюсь, что многие из вас находятся в длинных разделках по этой валютной паре, так же, как и я, верят в то, что рост американца будет продолжен и дальше. И я надеюсь, что сегодня Трамп подарит нам уже постновогодний такой подарок и обеспечит валютную пару вот этим необходимым топливом, которое мы с вами ждем уже несколько недель. Но пока вот пара зафиксировалась на уровне 115.96, в идеале бы нам уже тестировать в ближайшие дни сопротивление 120 иен против американца. Евро против доллара. Европейская валюта снижается, здесь причин несколько, восстановление доллара. И еще прежние разговоры о тех системных проблемах, с которыми может столкнуться главный валютный риск в ближайшее время. Ну, в ближайшее время, я подозреваю, 17-й год. О чем говорят? Снова говорят и о спреде доходности, о расхождении политика монетарных ИЦБ и ФРС. И здесь важно отметить, что рынок постепенно, даже несмотря на рост инфляции свыше 1% по итогам прошлого месяца, все равно поговаривает о том, что экономические стимулы будут и дальше актуальны для европейского регулятора. И, соответственно, эти экономические стимулы, их актуальность и необходимость будет связано не то, чтобы с по-прежнему низким показателем потребительской активности, но и еще с катастрофической политической неопределенностью, с которой евро придется столкнуться в этом году. У нас на повестке, не на ближайшие, скажем, ближайшие дни, а вот в среднесрочном плане, французские выборы, выборы во Франции пройдут в апреле. Здесь, что интересно, победу может одержать Мария Липен, соответственно, если действительно она выиграет президентскую гонку, то речь может уже пойти о выходе Франции из зоны евро и возвращении к французскому правду. Если это случится, конечно же, процессы деинтеграции объединения валютного блока будут только усилены, но и, разумеется, это совершенно не позитивный фактор для евро. Я бы даже сказал, что это очевидный негатив, который только усилит такие же мрачные, пессимистичные отношения и создадут необходимый импульс для того, чтобы евро постепенно смещался в район паритета. Помимо политических рисков, помимо всех тех факторов, которые мы с вами по наследству получили с 2016 года, то есть факторов, указывающих на то, что евро будет снижаться, вы не забывайте также и про конкурента европейской валюты доллара. И, в частности, если я уже сегодня сделал акцент на то, что мы с вами ждем пресс-конференцию первую, после того, как официально Трамп одержал победу, ждем поддержки для доллара, соответственно, рисковым активам придется отступать. Я надеюсь, что сегодня мы увидим серьезный прессинг на, в частности, европейский валютный актив и сможем с текущих уровней 1.0548 оказаться ниже поддержки 1.04. Может быть, сверхоптимистичные, конечно же, ожидания, но они подстать тому фундаменту, с которым мы сегодня будем работать ближе к вечеру. Фунт в целом находится под давлением, сейчас котировки 1.21.57. Лоу вчерашнего дня 1.21.06.6 пунктов нам не хватило до нашей с вами цели. Причина давления все та же, рынок переживает за последствия Brexit, рынок переживает за то, что Тереза Мэй пошла по кривой дорожке и все-таки сделал акцент и ставку на контроль миграционных процессов, а не на сохранение доступа к единому европейскому рынку. То есть, рынок говорит о том, что Англию ждет жесткая процедура и жесткий процесс выхода. Мы ждали этот фундамент, дождались, не будем сейчас обсуждать его уже на который раз. В общем, продолжаем продавать фунт и ждем точек закрепления пары. Этот доллар ниже отметки 1.21. Доллар канадец, еще пара, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вчера было опубликовано несколько отчетов по рынку недвижимости Канады. В целом, статистика неплохая. И эта статистика даже позволила Банку Канады улучшить прогнозы по экономическому установлению. Считаю, что этот сектор будет поддерживать экономику. Я считаю, что Банк Канады снова в очередной раз заблуждается. Они уже неоднократно ошибались с теми секторами, которые действительно могут показать поддержку показателей ОПР. Я думаю, что это очередная ошибка. И более того, возвращаясь к паре USDCAD и говоря о канадцах, я напоминаю вам о том, что у нас впереди возможны пересмотры процедуры и соглашения НАФТО, торгово-партнерского союзничества США. Возможны изменения тарифов. Это негативный торговый риск, основной торговый риск для канадской экономики. И также мы видим, что нефть просела на 5% за последние два дня, а канадец как стоял на месте, так и находится на уровне. В частности, в паре USDCAD сейчас котировки актуально 1.32-1.38. Мы сейчас видим, как схлапывается пружина и набирает колоссальную энергию, которая будет реализована на рынке, я допускаю, что в самые ближайшие часы. Соответственно, интенсивность хода может быть подставь, собственно, вот этой энергии. И если мы получим отдачу логичную от слабости нефти и понимание того, что Банк Канады по-прежнему больше склонен к смягчению экономической политики, USDCAD у нас окажется на уровне 1.35. Я призываю вас к тому, чтобы пару USDCAD нужно покупать и делать это как можно быстрее, потому что текущие значения – это минимальные уровни, на которых, наверное, могла оказаться пара за последнее время, с учетом того фундамента, с которым мы работаем. И это тот уровень, который явно указывает на то, что канадская валюта чрезмерно перекуплена. Американский фондовый рынок бьет снова исторические максимумы. NASDAQ переписывает уже который день подряд свои рекордные показатели и экстремы. Эта тенденция будет продолжена и дальше, потому что мы ждем реализации реформ Трампа. Это первых уахов, как я и вам говорил. То есть, если вы купите сегодня, завтра, через неделю, не имеет значения. У вас есть возможность в течение трех месяцев спекулировать на рост. S&P чуть, конечно же, откатился. Там нужно ответы искать в слабости отдельных секторов. Но уверен, при определенного рода и формата комментариев Трампа, сегодня S&P также перейдет к росту. Котировки сейчас 2261 пункт, наша с вами цель 2300. Поставив на рост доллара, я предлагаю также не забывать и про потенциал ослабления цен на драгметал, в частности, золото. Сейчас котировки практически 1190 долларов за тройскую унцию. Ждем снижения и этого рынка, ждем снижения стоимости золота и ждем нашу с вами цель, которую обозначили еще в конце прошлого года. Это 1100 долларов за один контракт. Из важных событий сегодняшнего дня обращаю ваше внимание на то, что в 18.30 выйдут запасы нефти США, официальная статистика, возможные повторения данных от Американского института нефти и то, что обеспечит нас, как трейдеров, еще одним импульсом и возможностью продавать нефть и дальше. И в 19.00 события номер один, номер два и номер три – это пресс-конференция Трампа. Ждем с нетерпением и ждем поддержки для доллара. Замкнуть сегодняшний брифинг я бы хотел подведением итогов нашей с вами рождественской акции, которая была связана с тем, что за репост мы готовы быть, репост нашей новогодней акции бонуса 2017 максимально щедрыми и готовы подарить телефон, мне кажется, потрясающий, iPhone 6s. Давайте прямо сейчас в прямом эфире подведем итоги, собственно, этой акции. Поможет мне это сделать мой коллега Андрей. Андрей, будь добр, расскажи, сколько человек приняло участие? По итогам конкурса было выделено 1405 человек из трех разных социальных сетей – это Facebook, Одноклассники и ВКонтакте. Большое спасибо всем, кто принял участие в этой акции. Ну а теперь рандомно, сейчас я хочу показать, что это действительно есть специальная программа, которая, соответственно, сюда вбивается вся база тех контактов, которые приняли участие в этой акции. И сейчас с простым кликом, собственно, на кнопку «Подвести итоги рандомно» мы узнаем имя того счастливчика, который станет обладателем iPhone 6s. Нажимаем. Еще несколько секунд. Так, победу у нас содержала Марианка Бучковская. Надеюсь, что вы сейчас можете рассмотреться. Единственное, что нам нужно проверить, чтобы никакого фейка, никакой ошибки. Мы сейчас в ленте поищем, собственно, репост нашей акции. Еще одну секундочку. Так, так. Судя по всему, нет этого репоста. Да, к сожалению, на данной странице репоста нет, поэтому мы вынуждены взять второго участника из списка. Так, идем дальше по списку и будем делать это до тех пор, пока все будет прозрачно. Следующий по списку у нас Тимур Котик. Снова ищем в ленте наш репост. К великому сожалению, у Тимура Котика тоже отсутствует репост. Переходим к третьему участнику. Тогда не будем пока называть и смотрим репост. Сразу. Так, идем дальше. Четвертый участник. С четвертым та же самая проблема. Надеюсь, что повезет с пятым. Кто там пятый? Павел Мартианов. Павел Мартианов. Ищем репост. Репост присутствует. Можешь показать. Так, репост нашли. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Вам нужно связаться с нами. С вашим персональным менеджером. И, соответственно, получить подробные инструкции того, как получить ваш телефон. Я еще раз с этим вас поздравляю. Большое спасибо всем, кто принял участие в нашей бонусной акции. И, соответственно, еще раз упоминаю, что изначально у нас победителем мог оказаться каждый. Потому что мы определили его рандомно, а не от количества, собственно, репостов, которые были сделаны. На этой ноте давайте завершать наш сегодняшний брифинг. Большое спасибо всем за внимание. Увидимся, соответственно, завтра. Всего доброго. До свидания.